Добрый день, уважаемые студенты всех учебных групп, изучающих мою дисциплину. Прежде чем мы рассмотрим выполнение заданий по практике, я хочу отметить вашу высокую учебную активность. Это и выполнение результатов тестирования. Вы хорошо выполняете тестовые задания, много спрашиваете, молодцы. Молодцы, очень хорошо занимаетесь, хотя и не все еще. Просматриваете вот эти вот рейтинговые таблички. Вы можете увидеть нарастающим итогом результаты вашего обучения. Очень хорошо, молодцы. Хотя и не все еще приступили к активной работе. Но вернемся к теме 3, где у нас запланирована практика. Практика – это ведь занятие, где каждый студент не только выполняет собственную работу, но и оценивает результаты работы других студентов. При этом учитывается и, соответственно, добавляется балл за то, что студенты выступают в качестве рецензентов. Для начала я покажу вам то, что я вижу в этом задании как преподаватель. Во-первых, также, как и я, вы видите видеоинструкцию, в которой можно посмотреть назначение и содержание этой практики. Критерии оценивания. Тут их немного. Всего 4 критерия оценивания. Вы галочками будете отмечать то, что считаете правильно на ваш взгляд. И краткое пояснение по этим критериям. Хорошо. Времени после получения этого задания прошло немного, но уже видно, 7 студентов выполнили это задание. Теперь посмотрим, как оно выполняется. Как преподаватель я вижу ход этого практического задания. Вот те студенты, которые это задание уже выполнили. Вот это те задания, которые я могу просмотреть. И уже вижу, что задание Крашенинниковой было отрецензировано двумя студентами. А также у студентки с Рыбкиной также было отрецензировано. И содержание этих рецензий двумя анонимными студентами. Напоминаю, что каждый рецензент не видит, чью работу он оценивает. Вот эти две работы получили такие оценки, которые оказались согласованными между собой. Или состояние консенсуса. Однако одна работа получила такие отзывы, которые не совпали между собой. Это не страшно. Так же, как и наличие консенсуса, еще ни о чем не говорит. Средний арифметический балл, который уже сформирован нашей системой, 50 баллов и 30 баллов, не являются окончательными. Я как преподаватель могу их утвердить или не утвердить. или вернуть на доработку любую работу, если эта работа и эти рецензии не соответствуют поставленному заданию. Идем далее. Работа студента Струкова размещена, однако она еще не имеет оценок. То есть она находится в состоянии ожидания обзора и оценивания двумя другими студентами. После того, как я расскажу вам процедуру обзора и оценивания, вам станет понятно, как выполнять это практическое задание. Хочу еще раз отметить, ваши работы представляются анонимно, так же и рецензии осуществляются анонимно. В то же время я как преподаватель могу увидеть, кто рассматривал задания студента и какие отзывы и рецензии были получены. Одновременно с этим я могу видеть, какой студент уже рассматривал чьи-то задания. То есть еще оценку и рецензию свою не написал. Например, студентка Герберг Марина задание разместила. Я могу его посмотреть. Вот текст этого задания. Сейчас пока я его не обсуждаю. Могу отметить, что Марина кроме текста использует ставку тех формул, тех знаний, которые она получила на сегодняшний момент по нашему предмету. Так же как преподаватель я могу посмотреть все отзывы и рецензии, которые были размещены другими студентами. Я как преподаватель вижу, кто и какие баллы выставлял. В целом я вижу, что оценивание студентами производится объективно. Но обращаю внимание, что действительно где-то ваши оценки совпадают, а где-то не совпадают. Это нормально. Я так же вижу, что моя система пишет коротко. В том случае, когда комментарий короткий. В данном случае он вообще не уместный. И Максиму нужно подумать, что полезного в таких комментариях. Одновременно я могу отметить, что у Екатерины более вдумчивый подход. С одной стороны она проявляет культуру и вежливость, но при этом формулирует свои обоснованные критические замечания. Умница. Из какого-то источника. И только последняя фраза была написана действительно самостоятельно этой студенткой. Так. Так. Вот такой текст я написал студентке. И отправляю на доработку. Это нормальная процедура, когда студент может не сразу выполнить задание. Тем более, что Тамара делала это задание первой. И возможно она не успела качественно подготовиться к выполнению этого задания. Посмотрим, что видит студент при первоначальном входе по этой ссылке. Сначала студент видит голубым таким цветом, что задание еще не выполнено. Само задание и критерии он также видит. И как только он разместит свое задание, цвет этого прямоугольника станет зеленым. Для отправки задания студент пишет здесь в этом поле ответ текст своего задания. И после отправки цвет первого элемента становится зеленым. Вот например, у студентки Марины Герберг задание выполнено. Более того, она выполнила обзор двух заданий других студентов. За это она получила по 20 баллов за каждый обзор. По всем своим обзорам и рецензиям она не получила ни одного возражения, когда автор задания помечает флагом свое несогласие с оценкой. И также видит синий прямоугольник, означающий то, что ее задание пока не было никем выполнено. После получения таких отзывов от других студентов, она увидит результаты оценивания двумя другими студентами. Пока она этого не видит. Допустим, студент выполняет и отправляет задание. Например, вот это задание является пробным. Оценивать его не надо. И вот после такого выполнения студент первый шаг выполнил. Следующий, второй шаг, ему нужно сделать обзоры и рецензии на работы других студентов. Для этого он должен кликнуть по ссылочке для просмотра задания. При нажатии по этой ссылочке появляется задание, выполненное одним из студентов. Он не видит, кто автор этого задания. Он его читает и может приступать к оцениванию. Вот он его прочитал. У него появилась следующая кнопочка «Продолжить». И он может приступать к оцениванию. То есть ставить галочки по тем пунктам, которые на его взгляд выполнены в этом задании. Крайне желательно написать объективный комментарий по просмотру другого студента. Вот, например, такой хвалебный комментарий написал этот студент. Это пример. Обращаю ваше внимание на объективность. Не нужно ни перехваливать, ни слишком ругать работы товарищей, так как помните, что каждый студент старается так же, как и вы. И оценивает его так же по заданным критериям оценивания. Например, если непонятно, он ничего не ставит. Вот, например, такой отзыв. Достаточно развернутый и понятный. Повторяю, все это примеры. Как мы видим, уже два обзора выполнены. Два больших практических момента студент провел. Теперь он ожидает оценки от других студентов, а также итоговую оценку от преподавателя. Хочу отметить, что все события оценивания, рецензирования, отметки флагом несогласия или согласия, сопровождаются уведомлениями на электронную почту. И вот снова, как преподаватель, я вижу, что наш студент выполнил два обзора. Вижу, чьи работы он оценил. И вижу, что его работу пока никто из других студентов не просмотрел и не оценил. Еще раз обратим внимание на ситуацию, когда студент не полностью выполнил оценивание другого студента. То есть, Тамара имеет возможность увидеть задание назначенного ей студента, но еще это задание не отметила. Поэтому система пишет, завершите оценивание задания другого студента. Как только она завершит оценивание, этот прямоугольник также станет зеленым. Мы, наконец, рассмотрим предпоследнюю стадию нашей работы, когда студент, получивший отзывы от других студентов на свое задание, может согласиться или не согласиться с полученными оценками. Вот, например, Екатерина не только разместила свое задание, не только оценила работы других студентов, но и получила отзывы от двух других студентов. Ей осталось получить итоговую оценку от преподавателя. Обратим внимание, что ее задание оценено двумя студентами, номер один и номер два. Она видит комментарии, то есть ей становится понятным, о чем идет речь в рецензиях других студентов. В то же время она видит, что число показателей положительного оценивания очень незначительное. То есть, несмотря на положительные комментарии, оценка в данный момент является невысок. В этой ситуации у студента есть возможность не согласиться с таким обзором, с таким оцениванием. и для этого студенту достаточно нажать этот флажок. И это нормальная ситуация. Это нормальное состояние дискуссии, поиск консенсуса. Тем более, что такое задание эти группы раньше не выполняли. и моя задача состоит в том, чтобы научить пользоваться такой системой правильно. Ну и как преподаватель я тут же вижу ситуации, когда чьи-то рецензии отмечены флагом, то есть студент, возможно, не соглашается с полученными рецензиями и оценками. То есть я могу просмотреть состояние этой дискуссии. Для того, чтобы внести ясность по содержанию данной работы, я как преподаватель могу выбрать свои оценки, написать свои комментарии и после сохранения такого обзора студенты получат уведомление на свою почту об оценках и комментариях преподавателя. Но сейчас я не буду это делать, оставлю автору задания самостоятельно не согласиться с выводами или попытаться заново выполнить свое задание до тех пор, пока студент не получит ту оценку, которую он желает. Прошу обратить внимание, что после того, как студент отметил флагом свое несогласие с оценкой, оценка исчезла. Средний балл здесь был невысокий, правда, но теперь его нет. А после того, как консенсус будет снова достигнут, система автоматически рассчитает предварительную оценку и уже окончательную оценку по заданию я могу нанести ведомость текущей издеваемости по баня-рейтинговой системе. Спасибо за внимание. Жду ваших вопросов в форуме часто задаваемые вопросы. До новых встреч! Продолжение следует...